здравствуйте уважаемые коллеги доброе утро рада всех приветствовать давайте сейчас немножко со связью обозначимся чтобы я понимала что меня видно и слышно ставьте пожалуйста плюсики если меня видно и слышно хорошо спасибо отлично спасибо окно у нас еще есть буквально несколько секунд чтобы дождаться всех кто желает подключиться к нам ну и наверное кто хотел тот уже пришел а сегодня мне хочется с вами поговорить на на в первую очередь на такую значимую тему как книга в жизни ребенка ни для кого ни для кого не секрет что к формированию чтения у детей формирует и 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 это кладезь знаний которые 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 необходимо ребенку познавать узнавать и открывать для себя И как разовьётся любознательность, как разовьётся интерес к чтению, превратиться этот интерес в стойкую такую позицию для ребёнка, это, конечно, наша задача. Поэтому мы должны, взрослые, все взрослые, и родители, и педагоги, должны заинтересовать ребёнка чтением, заинтересовать ребёнка книгой, показать ему такую сторону книги, чтобы он хотел читать и тянулся к этой книжке. Конечно, без помощи взрослого книга может не вызвать интересы. Дима, чтобы взрослый показывал, как пользоваться такой книгой, что можно сделать с этой книгой, как такой книгой поиграть. Потому что, в первую очередь, для детей, ведущая деятельность, для детей это игра. Поэтому, когда мы даём только книжку в руки ребёнку, то необходимо проигрывать. И вот как раз сегодня я хочу вам показать чудесную книгу, которая помогает взрослым включиться детям, как в сказку. Секундочку, я сейчас включу большой экран. Так, как мне включить большой экран. Чем-то у меня не получается. Так, извините, хочу сделать большой экран, но у меня почему-то не получается. Так, я думаю, мне сейчас помогут сделать полноэкранный режим. Что-то у меня не получается. Так вот, давайте вернёмся к нашей книге. Есть такая замечательная книга. Такая замечательная книга, которая не просто можно её почитать, а можно в неё поиграть. Что характерно для детей дошкольного возраста. Им очень интересно, когда двигаются какие-то персонажи, когда двигаются какие-то картинки, когда происходит такой интерактив, пусть даже это будет книжка, но она будет как интерактивная такая книжка. Здесь, в этой книге, вот «Код в сапогах», здесь такие есть прокручивающиеся колёсики, когда можно выбрать сапожки для данного персонажа. Вот, например, «Код в сапогах», и можно с ребёнком выбрать. А в каких же сапожках наш «Код в сапогах» гулял? Вот они, красные сапожки. Можно прочитать это по сказке, можно просмотреть это ещё раз по содержанию книги. Посмотрите, «Вращающаяся мельница». Можно поговорить с ребёнком на тему, почему мельница вращается, для чего нужна мельница. И здесь, конечно же, рассказка очень интересная, «Код в сапогах» подобранная. Также очень интересно, когда можно проиграть эмоции тоже с ребёнком. Вот он, король. Король сидит грустный. Потом мы можем подвинуть клапан такой, выдвинуть, и король улыбается. Почему король улыбается? Почему он стал весёлый? Можно после первого прочтения сказки с ребёнком поиграть. А что там такое произошло? А что случилось? А вот что случилось, пришёл кот, принёс гостиницу королю, и король сразу подобрел. То есть вот такие вот интересные элементы, которые добавлены в такую интерактивную книгу, они, конечно, оживляют такие книжки, они, конечно, придают изюминку в прочтении данной книги, и детям становится очень интересно. Вот эта страница вообще такая очень интересная, очень захватывающая для детей, потому что мост совершенно свободный, никто по нему не движется, и потом раз и появляется карета. Согласитесь, то, что такие вот картинки, когда происходит на глазах у ребёнка движение и происходит на глазах у ребёнка смена персонажа для книги, это очень интересно, и дети с удовольствием будут просматривать, ещё раз вспоминать и проговаривать, что же здесь произошло, почему сначала мозг был пустой, и там у нас изображён наш главный герой, который находится в воде, и потом раз появляется карета, где едет король с принцессой. Также здесь очень интересная есть страничка про людоеда, детки её очень обожают, когда людоед неожиданно превращается, смотрите, в мышку был людоед, и он стал маленькой мышкой, которую потом кот проглотил и съел. Вот вам видно, да, я надеюсь? Это очень интересная серия книг, серия книг «Живая сказка». Из такой серии книг ещё есть... Ещё есть одна книжка. Секундочку, я сейчас переключу следующий слайд. Вот она, «Красная шапочка». Она сделана по такой же технологии, когда также двигаются картинки, появляются какие-то интересные элементы. Да, вот, Татьяна, получается целый такой интерактив, когда происходит движение персонажей, когда появляется что-то такое необычное, и ребёнок включается в прочтение этой книги с удовольствием. «Красная шапочка» — она тоже вся в движении, она тоже с такими клапанами, она тоже с такими необычными элементами. Из этой серии «Живая сказка» есть вот две книги, вот как я вам сейчас показала, «Кот в сапогах» и «Красная шапочка», о которой мы сейчас с вами поговорили. У меня в наличии вот сейчас лично в руках, это только одна книга, которую я могу вам её вот так вот показать во всей красе. И, конечно, с детьми надо читать. Читать начинать как можно раньше, когда он ещё не умеет разговаривать. И когда он начинает самостоятельное чтение, сохранять нужно этот ритуал чтения, там, после обеда, перед сном, читать с ребёнком по ролям, по очереди и, конечно, по взаимному удовольствию. Потому что чтение — это интеллект, это мышление, это наше будущее, развитое, достойное будущее. И такие весёлые книги, они помогают привлечь детей к чтению, помогают детям узнать что-то новое. В наш век информационных технологий дети привыкли к тому, что всё быстро меняется, всё быстро происходит, какое-то такое клиповое мышление у детей, что раз это поменялось, а здесь книга уже показывает, помогает детям быстренько поменять картинку, представить дальше сюжет. И такие вот книги для наших современных детей, они как раз очень актуальны. я вам хочу рассказать о скидке. МПАДА предлагает скидку в 15%, даёт такую скидку на школу «Семигномов», где вы можете приобрести данную серию книг по хорошей такой цене, приятной, и будете со своими детками или со своими подопечными читать и развиваться. И, конечно, помните о том, что когда дети читают самостоятельно, когда они уже подрастают, то они сосредотачиваются на сложении букв, слова и не полностью погружаются в мир книжной фантазии. Поэтому я рекомендую читать вместе с детьми для того, чтобы они могли фантазировать, они могли придумывать что-то, погружаться в различные интересные истории и таким образом развиваться. Я вижу, здесь у меня есть вопросы. Так, будут ли сертификаты? Ну, здесь вам уже ответили, что за открытые фирмы сертификаты не выдаём. Поэтому, раз сейчас нет вопросов, спасибо вам большое за внимание. До свидания. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. Спасибо.